Перед началом оперативного совещания глава района Алексей Валов и председатель Совета депутатов Надежда Суровцева вручили благодарственные письма избирательной комиссии Московской области за организацию мартовских выборов президента и поздравили ряд руководителей с приближающимся днем строителя. Одна из главных районных строек сегодня – мост через Клязьму на улице Фабричной, призванный вывести грузовой транспорт из города. По словам курирующего эту тему зама главы администрации Натальи Ефимченко, работы ведутся в графике. На объекте ежедневно заняты порядка 40 рабочих и 8 единиц техники. Мы уже практически закончили выносить теплоснабжение. Из четырех планированных теплокамер две закончены, одна в работе. На 70% практически закончены работы по выносу сетей водоснабжения. Для одной опоры из 50 свай для первой 16 уже сделано. На стадии решения находится вопрос оформления частного земельного участка со стороны улицы Заречной, и попадающего в полосу застройки. Но ни это, ни что другое не должно стать препятствием для строительства моста. Нельзя говорить «нельзя». Нельзя, не смогу, надо. Тут просто, понимаете, надо строить. Когда все в голову вбить, что надо строить этот мост. Обсудили также дорожные вопросы. В рамках единого областного конкурса в Щелковском районе будет производиться замена остановочных павильонов. Во всех поселениях установят 125 новых павильонов. Работа начнется в конце сентября. Близится к выполнению плана ремонта дорог. На сегодняшний день у нас по муниципальным дорогам исполнение 73,5%. В работе 21% 12 дорог. 5,5% в 11 дорог не приступали. По словам начальника дорожного управления Максима Пчелкина, отставания от плана в Щелковском районе нет. Разве что не все поселения своевременно вносят отчет о выполненных работах в областную информационную систему. Уверенно лидирует наш район в выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Объекты, инфраструктура и жилые дома готовы к сезону на 70%. Мы первое место заняли по подготовке к отопительному сезону. У нас 69,5% готовы уже паспорта и 150% лежат на подписи в Теплоцентрале. Они сейчас их проверяют. Поэтому мы досрочно заполним все паспорта готовности к отопительному сезону. Вы знаете, что в ГИС заносит только те дома, которые прислали паспорта? Конечно, но они готовы. До 25 августа должны быть полностью готовы к зиме учреждения социальной сферы, культуры, спорта, образования. Замглавы администрации Юрий Родионов заверил, что так и будет. На сегодняшний день 76% подготовлены к отопительному сезону. Школы 85,7%, дошкольные учреждения 88,4% и учреждения дополнительного образования 28%. Здесь есть вопрос с учреждениями, которые находятся в жилых зданиях. Они идут по плану управляющих компаний. Мы держим на контроле. И до 25 августа у нас учреждения образования будут все готовы к отопительному сезону. И также к началу учебного года в рамках программы «Дорога к школе» будут отремонтированы проезды и тротуары вблизи учебных заведений. В этом году в план вошли школы в Медвежьих озерах, Гребневе и Трубине. И щелковские школы 11 и 14. Еще один вопрос, достойный внимания. В субботу будет отмечаться День физкультурника. И это будет день, когда чиновники сменят офисные пиджаки на спортивную форму. В Щелкове состоится традиционная спартакиада работников администрации и депутатов городских и сельских поселений. Всех присутствующих призвали принять участие. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».